здравствуйте покажу сегодня вязание этого узора раппорт узора 10 петель и 1 петля для симметрии провязываются группы столбиков 5 столбиков с тремя накидами и цепочки из воздушных петель около столбиков по 2 воздушные петли дальше 3 ряда по 4 воздушные петли цепочки прикрепляются столбиками без накида столбики провязываются один над другим затем рисунок смещается в шахматном порядке вот были группы столбиков теперь они сместились здесь по краям половина узора значит у нас будет не 5 столбиков а три столбика по краешкам можно этот узор уменьшить то есть в высоту вязать раппорт уменьшив на 2 ряда допустим не провязывать 3 ряда цепочек воздушных петель а провязывать только два получится тогда столбики и один ряд цепочек он будет менее ажурный более плотный но такие варианты тоже я встречала тоже выглядит красиво так начнем вязать по этой схеме у меня 31 петля провязываю одну петлю эту петлю пропускаю и во вторую от крючка я провязываю столбик без накида далее 2 3 4 и в 5 я провязываю столбики с тремя накидами 1 2 3 4 5 столбиков с двумя накидами провязала 5 столбиков снова 2 воздушные петли отсчитываю на цепочки 4 петли и в пятую провязываю столбик без накида вот здесь одна петля после провязывания прячется она тоже идет еще 1 2 3 4 в пятую петлю провязываю столбик без накида снова провязываю 2 воздушные петли и все повторяю как здесь 2 воздушные петли провязала пропускаю на цепочки 4 петли в 5 провязываю группы столбиков 5 столбиков с тремя накидами снова пропускаю 4 петли следующую провязываю столбик без накида так до конца ряда в самом конце у нас будет столбик без накида ряд довязан следующие три ряда вязать одинаково это будут цепочки из 4 воздушных петель провязываем и столбик без накида над средним из 5 снова цепочка столбик без накида над столбиком между вот этими группами получится с двух сторон цепочки в самом начале и в самом конце по столбику без накида в начале ряда провязываем одну петлю подъема так вязать три следующие ряда так вот так воздушная петля столбик без накида дальше 4 воздушные петли 1 2 3 4 на среднем из 5 столбик без накида снова четыре воздушные петли топы без накида над столбиком напоминаю так вязать три следующие ряда вот провязаны 4 ряда начинаю вязать 5 лет смещаю рисунок теперь по бокам у нас будет половина вот этих вот столбиков начинаю с 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 почему 5 если не знаете то посмотрите урока петлях подъема на канале есть отдельные видео дальше 3 накида в основание петель подъема провязываю столбик и тремя накидами и еще один столбик с тремя накидами сюда же ввожу крючок далее две воздушные петли над столбиком без накида столбик снова две воздушные петли и вот сюда где был столбик без накида теперь провязываю вот так и группу столбиков из 5 с тремя накидами дальше снова 2 воздушные петли столбик без накида а вот здесь тоже будут у нас пять столбиков самом конце три столбика с тремя накидами провязаны в одну точку над крайним столбиком слева все то же самое только немного смещается наше вязание вот ряд довязан следующие три ряда вязать цепочки как вот эти только в данном случае нужно будет вязать начиная сразу же с четырех петель вниз как вот здесь а с 4 воздушная петля столбик без накида над крайним столбиком дальше 4 воздушные петли и вот так вот пошли петли и столбики без накида три ряда после этих трех рядов снова вяжем как первый ряд две воздушные петли вот здесь группы столбиков 4 воздушные петли 4 и вот здесь группы столбиков так будет выглядеть этот узор обращаю ваше внимание что узор немного отличается на лицевой и изнаночной стороне лицевая сторона это там где провязываются группы из пяти столбиков ну вот и все возьмите этот узор себе в копилочку а на этом я с вами прощаюсь до новых встреч на моих следующих уроках